Народная артистка СССР Алиса Бруновна Фредлих и заслуженная артистка СССР Сергей Лозев Дорогой Игорь Витович, мы тут вот сладкой парочкой пришли поклониться вам от имени Большого Драматического театра Которую вы любили когда-то и хотели, несмотря на все формулы, несмотря на все ваши обязанности и обязательства И перед страной, и перед наукой, и перед кем только их не было Тем не менее, вы любили театр, ходили в него, вот уж сказано, что дружили хорошей, мужской, озорной дружбой И с Лавровым, и с Жарячком, как он вам от любил Павловной, просил бы передать Ради Бога, ваше неправдоподобное явление, не принимайте внимания Приходите к нам, мы вас любим, мы вас чтим, мы помним вашу дружбу И дай вам здоровье, вот опять окно, или опять не спят Может пьют вино, может так сидят Или просто рук не разнимут двое В каждом доме вдруг есть окно такое Не от свеч от ламп темнота зажглась От бессонных глаз Крик разного встреч Ты и я в нём ночи Может сонный свеч Может три свеч Нет и нет умов в моём покое И в моём доме Завелось От кое Говорил, знаю, для вас, мой хороший Вы красивый, очень красивый человек Когда-то мы с Людмилой учились в одной школе И к нам бегали мальчишки из Цержневского училища Ну, немножко, немножко, немножко мы не успели подсуетиться Вот так, как раз Такие все, как славные, красивые Держим, пожалуйста, наши соседи Позвольте вам пожелать добра, веселья, радости И всем вашим близким тоже Перед выступлением, ради которого я сюда и пришёл Несколько строк Александра Сергеевича Прушева Была пора Наш праздник молодой Сиял, шумел И розами мельчался И с песнями вокалов Он мешался и тесно И сидели мы толпой Тогда душой беспичной и нележной Мы жили все и легче, и смелее Мы пили все за здравие надежды И юности, и всех её затей Теперь не то Разбойный праздник наш С приходом лет, как мы, перевесился Он при смеле, утих, остепенился Стал глуше, звон его за здравый чаш Меж нам речь не так и гримно льётся Просторно, грустнее мы сидим И реже смех средь песен раздаётся И чаще мы вздыхаем и молчим Всему пора Уж двадцать пятый раз Мы празднуем лицей день заветный Прошли года чередой беззаветный И как они переленили нас Недавно, нет, промчалось Четверть века И с этого идти таков судьбы закон Вращается весь мир В круг человека Ужель один недвижен будет он А теперь, господа Фрагмент Рассказа Игоря Дмитриевича О том, как он стал Барабанщиком Мы часто проходили всем училищем По проспектам города Демонстрируя нашу мощь И силу училища Во время демонстрации Колонна нашего училища Растягивалась порой на целый километр И поэтому, когда оркестр Делал перерывы в игре Ритм шага колонны сбивался Исправить этот недочёт Должны были барабанщики Находившиеся в середине строя От каждой роты Приказано было выделить По одному человеку Рот было 15 И барабанщиков И уже должно было быть 15 Обучение их намечалось Провести под руководством Барабанщика оркестра Абрамовича Во время строевых занятий Для этого все барабанщики Освобождались от строевой подготовки Это вызвало настоящий ажиотаж В нашей роте выстроилась целая очередь Из кандидатов в барабанщики Отбор производил заместитель командира роты Я тоже встал в эту очередь Чтобы посмотреть, что будет Первые 15 человек выскочили быстро Оказалось, что они не играют Ни на каких инструментах Когда же этот вопрос был задан мне Я, вспоминая свои отпускные развлечения Решил пошутить И ответил, что играю на фортепиано Ногами Это вызвало любопытство Заместителя командира роты А когда я объяснил ему Как устроено пианоуло Экзаменатор объявил Что все могут быть свободными На должность барабанщика Назначается спаски Так я стал барабанщиком Меня освободили от стравой подготовки Но барабанить нас никто не учил А Брамович, которому было это поручено Объяснил, что не даст барабанов Поскольку боится, что мы порвем Он посоветовал найти палочки И учиться отливать ритм Этими палочками на табуретках Но так мы учились недолго И кто не мог выдержать нашего грохота И наш руководитель сказал Что у всех у нас прекрасные таланты барабанщиков И больше говорит Ребята, ко мне не приходите Работайте в индивидуальном порядке В общем, больше с тех пор Барабанных палочек я в руки не брал Но во время строевых занятий От которых я был освобожден Это как барабанщик Лес на чердак училища Курсант ведь как живет Он всегда хочет есть И хочет спать Дорогие друзья Я просто не так заключительный отбор Небольшого рассказа предлагаю Вспомнить Игорь Нильчук Как он был барабан Игорь Нильчук Игорь Нильчук Курсант АПЛОДИСМЕНТЫ